Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко, а сегодня мы говорим о смартфоне Samsung S24 Ultra, точнее о его автономности. И вот по поводу автономности, что хотелось бы сказать? Сказать хотелось бы то, что здесь установлена батарея с емкостью 5000 мАч, хотя там типические значения 4855 указываются, но в итоге это практически стандарт, будет 5000 мАч. Что вы можете получить от этого смартфона при такой емкости батареи? Но в итоге скажу, что я всегда использовал адаптивную частоту дисплея, а это от 24 до 120 Гц. Всегда использовал Always On Display, иногда это Always On Display вот такой вот темный, иногда с задней подсветкой дисплея, точнее обоев. Ну и в целом, знаете, вот если не заходить в дебри, то скажу, что автономности этого смартфона будет вполне хватать на один активный день. Даже мало того, что скажу, что на один активный день чаще всего получалось так, что до 80% заряженный смартфон было достаточно на рабочий день. С утра и до вечера. До позднего вечера может хватит, может нет, в зависимости от интенсивности использования. Иногда приходилось немного подзаряжать его. В итоге, смотрим, вот некоторые скриншоты, сейчас показываю. Например, один из скриншотов, остаточный заряд, ближе сделаю, чтобы лучше немного было видно. Остаточный заряд 15%, при этом смартфон проработал 23,5 часа, то есть это полноценные сутки. И проработал дисплей 6 часов 35 минут. Но стоит учитывать, что здесь были такие тяжелые задачи. Это, ну, скажем так, был тестовый день, здесь CPU троттлинг тест был, здесь игры PUBG Mobile были, здесь Instagram, YouTube и TikTok были, камера была. Ну, вот это вот все здесь было. И смартфон проработал 6,35 по дисплею с светлой темой. Вот важно, что с светлой темой. И здесь, что я отмечу, то, что, посмотрите, Always on Display здесь на втором месте. И Always on Display очень-очень так неплохо потребляет электроэнергии в смартфоне. Соответственно, если его отключить, будет значительно получше потребление. Плюс ко всему, лучше включить, например, непроизводительный режим. Там точно так же снизится потребление и включить темную тему, и довольно-таки хорошая оптимизация получится. Так что, имейте это в виду, вы сможете очень сильно продлить автономность этого смартфона. Ну, и, к слову, смотрите, Always on Display почти приравнивается к CPU троттлинг тест получасовому тесту на средней яркости дисплея. То есть, в итоге, знаете что? Получается, что это такая вот немаленькая нагрузка, и за сутки потребление очень даже, как вы видите, 12%. А это, если я не ошибаюсь, обычный стандартный Always on Display без подсветки, без обоев заднего фона. Смотрим дальше. Еще один вариант. Видим, что здесь до 14% смартфон разряжен. Прошло 20 часов, при этом проработал смартфон 7 часов 8 минут. И здесь можно точно так же посмотреть, потому что здесь я точно так же проводил тесты, причем проводил тесты специально при разном разрешении дисплея, чтобы понять, есть ли все-таки разница. И здесь точно так же, обратите внимание, Always on Display 9,2%. Правда, уже немного меньше. Не 12%, как раньше. Из-за того, что, наверное, смартфоном немного больше пользовались, Always on Display немного меньше съел по энергопотреблению. Далее, смотрим более интересный факт, что здесь 15% остаточный заряд. Есть у нас один день, один час работы от одного заряда, получается, и 8,5 часов. Круто, круто, как минимум, потому что это темный режим, уже немного больше увеличилась автономность. И Always on Display точно так же 9,5%. Соответственно, что, ну, в среднем, вы можете рассчитывать, что Always on Display будет съедать где-то около 10% заряда батареи. Это стоит учитывать. Ну, здесь, как вы видите, такие вот стандартные, среднестатистическое использование, без игр и без супертяжелых задач. Хотя, камера здесь присутствовала, но не так уж и много. Еще один вариант, здесь 15% остаточный заряд, 14,5 часов смартфон проработал, 7 часов дисплея, но здесь, опять-таки, тестовый день, CPU троттлинг тест, здесь YouTube. И, как вы видите, здесь Always on Display занимает третью позицию, потому что смартфон проработал 14,5 часов не так уж и много. И, соответственно, что Always on Display точно так же был включен не так уж и много. Дальше также можно рассматривать, все будет примерно так же, колоссальных отличий уже дальше не будет. 15% остаточный заряд, 15 часов смартфон проработал, при этом дисплей 9 часов. Еще один пример, 15% остаточный заряд, смартфон проработал 1 день 2 часа от одного заряда, при этом 7 часов работы дисплея было. Давайте посмотрим, где здесь Always on Display вышел. Вот, смотрите, за сутки вышел он на первое место практически 15%. Так что очередное подтверждение того, что Always on Display очень-очень даже неплохо съедает батарею в данном смартфоне. Так что имейте в виду, если отключите, сможете протянуть еще больше. Дальше можно будет видеть примерно такие же значения. 15% остаточный заряд, 15 часов назад смартфон был заряжен, 9,5 часов он проработал. Ну и здесь Always on Display отключен был, наверное. Видите, в списке, получается, его нет. Да, и он был отключен. Так что проводил я и такие вот тесты. Так что имейте в виду, что автономность в этого смартфона неплохая, среднестатистическая, как для смартфонов с 5000 батареи. Но, знаете, стоит учитывать то, что если его нагружать, то заряд улетает практически на глазах. И когда он улетает практически на глазах, это получается примерно то же, что и было в S23 Ultra. В S23 Ultra точно так же заряд улетал на глазах, если давать какие-то задачи тяжелой нагрузки. Это игры, это что-то по типу троттлинг-теста или же использование камеры. Камера очень неплохо так потребляет по электроэнергии. Это стоит учитывать, если вы будете пользоваться данным смартфоном. Ну и плюс ко всему, если вам не важно самая максимальная производительность, просто включите энергопотребление в настройки смартфона. Здесь, смотрите, настройка, обслуживание устройства, производительность. Устанавливаете низкое. Я устанавливаю низкое. Там значительно разницы какой-то в производительности нет. Вы в повседневных задачах даже не заметите. В бенчмарках разница минимально будет заметна. Там процентов на 10 смартфон становится менее производительным. Зато нагрев становится где-то на 4-5 градусов меньше. И точно так же по разряду становится смартфон значительно автономней. Причем даже я тестировал на коротких участках. И на длинных участках там будет еще более большая разница. Так что это стоит также учитывать, что автономность у него можно очень-очень хорошо продлить. Вот этим вот что включите темную тему. Самое основное, просто запомните, включаете темную тему. Включаете немного ниже производительность и выключаете Always On Display. Так вы очень солидно продлите автономность в этом смартфоне.